Мы продолжаем читать первый том Добротолюбия, читаем наставление преподобного Макария Великого. И поскольку мы остановились в прошлый раз на 205-м слове этого Святого Отца, то и продолжаем сегодня с Него же. Я напомню это слово. И свое рачение, свой труд и подвиг признает недостойными, неизреченных обетований Духа, таков нищий Духом, которого ублажает Господь, таков алчущий и жаждущий правды, таков сокрушенный сердцем, восприявший такое произволение и рачение, и труд, и любовь к добродетели, и до конца прибывшие таковыми, поистине смогут улучить жизнь и вечное Царство. Поэтому никто из братьев да не превозносится пред братом, и обольщаемый лукавым да не преуспевает в самомнении, говоря, вот, имею же духовное дарование, ибо недостойно христиан думать так, неизвестно тебе, что сделает с братом утрешний день, не знаешь, каков будет твой и его конец. Напротив того, пусть всякий, будучи внимателен к себе, непрестанно разбирает совесть свою и испытывает дело сердца своего, с каким рачением и усилием ум стремится к Богу, и, имея в виду совершенную цель, свободу, бесстрастие и духовное покоение, непрерывно и неленностно дотечет, не полагаясь несомненно ни на какое дарование или оправдание. Как мы видим из этого слова святого преподобного Макария Великого, в принципе, те тенденции, которые определяли духовную жизнь человека, его эпохи, святоотеческой эпохи, они в корне отличаются от тех установок, тенденций, которые определяют духовную жизнь сейчас. Между ними очень большая разница. Тогда человек должен постоянно быть в сознании собственного недостоинства. Сколько бы он не получал благ, он по-прежнему жил в состоянии, что он не достоин ничего, что он погибает во грехах. И, разумеется, было это сознание своей греховности, знание грехов, и все это приводило к нищете духовной. Здесь преподобный Макарий Великий ссылается на блаженство, что ведь это и есть осуществление установок заповедей блаженств, что блаженный нищий духом, то есть человек, который нищий духом, то есть он считает, что ничего не имеет. Если мы считаем, что у нас есть некое дарование, в сущности мы уже не нищий духом, и не можем жить так, как будто нищий духом. Жаждущий, алчущий и жаждущий правду, как здесь еще говорит преподобный Макарий, это человек, который жаждет совершенной правды, то есть он жаждет творить правду ежеминутно, ежесекунда, а сам понимает, что творит неправду, и поэтому он не может успокоиться до тех пор, пока сознает себя человеком, творящим неправду. А заповеди блаженны чистые сердцем, и акатии Бога узрят. Если мы не видим Бога, значит у нас нечистое сердце, да и подлинно мы знаем, что оно нечистое, а если оно нечистое, значит мы Бога не увидим. Блаженны кроцы, и акатии наследят землю. Как же мы можем надеяться наследовать землю, если кротость в нас даже не ночевала? У нас нет даже самой малейшей кротости, потому что мы вспихиваем от всякого обидного слова, от всякого коризна, от всякого замечания, от отсутствия похвалы, от отсутствия какого-то явления, что нас замечают, что нас видят, что на нас обращают внимание. То есть мы на самом деле вообще с кротостью ничего общего не имеем. Мы даже понятия не имеем, что такое кротость, а это свойства, чувства, присущие Христу. Значит нас нет очень важного, характерного, ключевого чувства, которое во Христе Иисусе. Что же в нас есть? Нищеты нет, духовной смирения нет, кротости нет, чистоты сердца нет, толкания правды нет. А с чего же мы решили, что мы можем наследовать землю, войти в Царство Божие? На каком основании? С чего мы так думаем? Но вот некое маленькое дарование получившим мы позволяем, начинаем так думать. И очевидно, что в Святоотеческий период люди иначе относились к духовной жизни. А сейчас мы сознаем многочисленные дары, некоторые из них действительно дары, некоторые из них только кажутся нам дарованиями, божьими. Но в любом случае кажущиеся или настоящие дары, они пленяют наш внутренний взор, они ослепляют наше сердце. И поскольку мы сознаем себя достигшими стяжания Святаго Духа, ведь это же дар, значит Дух Святой меня посетил, посетил, значит я живу с Духом, во мне живет Дух Святый, значит все. Все, я всего достиг, куда мне еще стремиться? У меня есть духовные дарования, и я с ними живу, теперь я уже нахожусь на степени действительно освященности, святости, могу стало быть встать на подсвечник, чтобы светить всем в доме, могу учить, делать замечания, наставлять, воспитывать, руководить, заниматься исповеданием, давать советы, и молиться за других, и много, и много чего другого, я считаю, что я могу теперь делать. И в результате нам некуда уже стремиться. Мы достигли, мы не знаем, к чему больше, у нас нет. Ну понятно, что мы сознаем, если еще трезвость совершенно нас не покинула, мы сознаем, что есть какие-то высокие состояния, скажем, люди Бога видят, люди там на воздущих стоят, когда молятся, по молитвам их бесы изгоняются, они бесстрастия достигают, прозорливости, пророческого дара. Мы все это понимаем, что это есть, но успокаиваем себя, ну я же все-таки не такой святой, как Серафим Саровский, Анкронштадтский. Я достиг стержания, стержал Святой Дух, Он дал мне свои дарова, Он меня осветил, Он меня просветил, Он меня успокоил. И поэтому мне главное теперь сейчас вот сохранять тот ритм жизни, который у меня был, то есть ходить в храм, исповедоваться, причастяться, преподавать в воскресной школе там или еще где-то. Ну и в сущности, все, больше там не некуда стремиться. А не понимает человек, что природа человеческая такова, что как только оно перестает стремиться вверх, ввысь, так сразу же она начинает падать вниз. Человеческая природа не может сохранить себя в статическом состоянии. А не может, достигнув некоторый уровень, на нем всегда этот уровень держаться. Единственный способ удержаться на этом уровне, это как некое явление силы тяжести. Оно и действительно так, потому что в нас действует ветхий человек. Он в нас не умер, он в нас живет, он действует в нас. На самом деле он очень силен. Есть плоть, которая тянет нас к низу, и она тоже сильна. И то, что она сильна, именно поэтому и происходит то, что мы успокаиваемся, будто бы достигли некого блаженства. Если бы в нас плоть не была так сильна, то мы бы этого и не ощущали. Мы бы постоянно стремились вверх, как и делают духовные существа. Но плоть говорит, хватит, успокойся. Ты уже достиг чего должен, не надо сверх меры надрываться, пожалей себя, надо все делать с разумом, надо быть осторожным, да как бы не пать в прелесть. Не надо выделяться от других людей, отличаться от них. Будь как все, успокой свое тело, оно же твой друг, оно же тебе помощник. Успокой свой разум, не отделяйся от людей. И вот, и в конце концов, воспринимая такие льстивые ласкания плоти, человек и тяготеет к низу. И вот, как в сфере материальных вещей, так и в сфере духовных вещей, чтобы не упасть, нужно постоянно устремлять свой полет к верху. Только так, даже в худшем случае, мы не упадем. Пока мы стремимся к свету и машем крыльями своими, мы, по крайней мере, не падаем снова обратно вниз. А как только мы перестали двигаться, ведь слово «подвиг» от слова «двигаться», пока мы перестали устремляться ввысь, вверх, к Богу, то тут же начинаем опускаться вниз. И даже сами этого не замечаем. Главное, что мы позволяем себе расслабиться, потому что действительно, ну вот, не надо больше напрягаться, надо утешить. Мы имеем право себя утешить. Мы послужили, мы потрудились, мы сделали что-то ради Христа, теперь можно и утешиться. И жизнь начинает такая вот, как бы двойственная происходить. Вроде бы мы временами служим Богу, и действительно делаем над собой какие-то усилия, пытаясь что-либо сделать по заповеди Божьей. Ну, потому что так надо, потому что мы в храме, потому что мы на службе, потому что мы творим дело Божье. Но только сделав это дело Божье, мы тут же понимаем, ну, теперь можно расслабиться, можно отдохнуть. Не могу же я все время быть. Я же не монах, я же не святой. Надо пожалеть себя. Надо успокоить свою плоть. И в результате получается сначала, что человек временами вроде бы созидает свою духовную жизнь, а временами ее расстраивает. Но и это состояние не может быть стабильным. Либо человек осознает, что он лицемерит, что он временами служит Богу, а временами служит плоти, а он не может служить и Богу, и плоти одновременно, либо начнет одного любить, а другого ненавидеть. И в таком состоянии человек либо отринет ласкательство плоти, как у псалмопевца, «Отвержися, утешитеся, душа моя!» Помня о своих грехах, человек устремится снова к Богу, понимая, что снова возвращается к прежней плотской жизни. Либо человек этого и не заметит, и постепенно духовные составляющие будут все меньше и меньше занимать место в его жизни. Он еще будет ходить в храм, но уже не будет там молиться. Если будет молиться, то уже не с напряжением, а так как бы вяло, повторяя молитву, а потом постепенно ее перестанет повторять. А потом он начнет просто развлекаться в храме, потому что тягостно, уныло смотреть по сторонам, рассматривать людей, иконы, храм, что-то там в голове, какие-то вещи обдумывать. Дальше больше он в конце концов просто будет чувствовать уныние, тоску и сонливость от того, что он ходит в храм. Его будет страшно утомлять, в храме будет тяжело, физически тяжело, духовно тяжело, душевно тяжело. И если он не может в силу ответственности, чувства долга, оставить храм, у него есть какие-то послушания, попечения, то человек в конце концов начинает просто страшно мучиться и страдать от того, что он вынужден находиться в храме и вырывается оттуда как на свободу. Вот уже считая, что ну вот раз он так помучился, такую скорбь потерпел в храме, так выстрадал эту службу, так тяжело, и он думает, что теперь-то всякого он может утешить себя. А если он не утешит себя, так он же просто начнет на людей кидаться, он станет раздражительным, он станет немирным. И вот так постепенно человек теряет все духовное, что у него действительно когда-то было. И самое печальное, что он даже этого не замечает. Кроме того, если человек еще при этом не имеет опыта наблюдения за самим собой, то процесс разрушения духовной жизни в человеке становится еще более быстрым, потому что человек, осознавший, что он получил благодать Святаго Духа, начинает всех осуждать, на себе превозноситься, предается невоздержанию, падает гораздо быстрее, чем вот человек, получивший благодать Святаго Духа, но умеющий хоть сколько-нибудь следить за своим сердцем, и не допускающий там, ну вот хотя бы вот эти мысли осуждения и превозношения. И это хоть как-то замедляет процесс его разрушения, но все равно он происходит. Потому что, как здесь и говорит преподобный Макарий Великий, наиглавнейшее делание христианина это постоянно стремиться к Богу, постоянно устремляться к Нему, и никогда не считать себя чего-либо достигшим, как и апостол Павел пишет, что я не почитаю себя достигшим, но устремляюсь дальше, потому что как только человек посчитал себя, что он чего-то достиг, движение вверх, оно прекратилось, он перестает алкать и жаждать, он перестает гореть, он остывает. Что же делать? Что же делать человеку, чтобы не остыть? Разумеется, делать все то, что противоположно этому остыванию. И вот в 205-м слове еще раз зачитаю последние слова, вот это рекомендация, совет, наставление преподобного Макария. Напротив того, пусть всякий, будучи внимателен к себе, непрестанно разбирает совесть свою и испытывает дело сердца своего, с каким рачением и усилием ум стремится к Богу, и имея в виду совершенную цель свободу, без страсти и духовное упокоение непрерывно и неленностно дотечет, не полагаясь, несомненно, ни на какое дарование или оправдание. То есть преподобный Макарий советует, человек должен непрестанно разбирать свою совесть, говоря более общепринятым языком святых отцов, то есть заниматься самоукорением, то есть за каждое несоблюдение заповедь, за всякое немирное движение сердца, за всякую попытку взглянуть на человека свысока или попытку его осудить, над ним превознестись, человек должен укорять самого себя. Только когда он как обложит со всех сторон, как огнем, вот себя этим самоукорением, этим самоукорением, он воспламенит свое сердце, он поймет, в каком он бедственном состоянии, его сердце начнет изнывать от того, что неужели я такой на самом деле плохой, неужели во мне ничего доброго не живет, но только, да, это может быть неприятно, это не льстит сердцу, но именно это состояние сильно снова воспламенит человека и устремить его к Богу. Мы как раз не хотим этим заниматься, мы вместо того, чтобы укорять себя, мы оправдываем себя, ой, Господи, да ладно, это пустяки, вот, он сам виноват, я сегодня не в настроении, меня люди искушают, кругом столько народа, я помолиться не могу, я же не виноват, что они кругом вокруг меня всегда есть, у меня семья большая, у меня семья неверующая, она у меня не постится, не молится, в общем, тем или иным способом человек всегда ищет себя самооправдать, оправдание успокаивает, утешает, все нормально, ты не переживай, Бог тебя любит, ты обязательно спасешься, вот, смотри, как ты страдаешь, как ты мучаешься среди этих безбожников, окаянных, в этом ужасном, мерзком, развратном, распутном мире, ты так страдаешь, да, конечно, спасешься, за одну веру свою спасешься, и человек успокаивает себя, и не замечает, и вроде бы мысли-то благие, добрые, действительно, надежду поддерживает, а на самом-то деле, он успокаивает себя настолько, что, в конце концов, ничего христианского, кроме имени, у него не остается, он перестает ходить за службы, и изредка причащается, к причастию не готовится, к исповедению готовится, так, какие-то грехи перечислит, вроде бы он успокаивает, но я же причащаюсь, вот, каждый праздник, на Рождество и на Пасху, даже на Троицу я причащаюсь, и при этом хожу, исповедуюсь, ну, рассказывай же, батюшка, и говорю, грешна или грешен, вот, батюшка меня разрешает, то есть, от духовной жизни не осталось ничего, человек совершенно обездушил, но в глубине души он считает, что жизнь его вполне христианская, и это самоуспокоение, постоянное самооправдание делается дыханием человека, а в сущности он даже и не заметил, что Христос-то ему уже давным-давно не нужен, он может обходиться без всякого Христа, но человек убежден, что все в его жизни правильно, и достучаться до его сердца бывает едва ли и возможно, и вот поэтому противоположное этому самоукорение должно стать главным, основным деланием человека, чтобы не угас огонь, это как бы дрова, это как бы горючее, которое мы поддерживаем, горение собственного сердца, об этом пишут все, без исключения, святые отцы святоотеческого периода, скажем, первые тысячи лет существования Христовой Церкви, об этом пишет постоянно праведный Иоанн Кронштадтский, пишет Серафим Саровский, пишет Игнатий Бринчанинов, пишет Сеофан Затворник, все об этом пишут, однозначно свидетельствуют, но наше сердце глухо подобному свидетельству, потому что мы как раз ищем любой возможности, чтобы себя оправдать и упокоить. Второе, что советует преподобный Макарий, чтобы не ослабело сердце, это никогда не судить чужую совесть, то есть никогда никого не осуждать, и никогда никого не укорять. Вот, например, дальше в 206 слове он пишет таким образом. «Каким образом падают и те, в которых воздействовала благодать Божья? Самые чистые по своей природе помыслы бывают поползновенны и падают. Человек начинает превозноситься, осуждать другого и говорить, «Ты грешник», а себя самого признает праведным. Разве не знаешь, что говорит Павел, «Да дейся ми пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакостидей, да не превозношуся, и в чистой природе есть возможность превозношения». Он говорит, преподобный Макарий говорит, что даже Павел должен был получить специальное врачество, специальное лекарство, больное, сложное, мучительное лекарство, только чтобы не превозносился. Даже такой титан духа, такой удивительный светильник Божий, избранник Божий, от чрева Матери избранный на такое служение, даже он, получивший такие дары, как вот никто, быть может, и не получал в то время и в истории церкви, чтобы проповедовать язычникам, но и ему необходим специальный прием, специальное лекарство, чтобы не превозноситься. Так что же говорить про нас, которые горды и тщеславны, и даже повода не надо нам, чтобы начать превозноситься и возвеличивать себя перед людьми. Насколько же нам нужны скорби, насколько нам нужны неудачи, неуспехи, неслышание молитв, сорванные замыслы, неосуществленные планы, постоянные подчеркивания нашей немощи, но когда же мы поймем, что это благо, что это гораздо меньше, что это гораздо лучше в каком-то смысле, чем пакостник плоти, которому был предан апостол Павел. Это то, что мы можем понести и слава Богу, если несем, потому что это то единственное, что не дает нам превозноситься. Если бы скорби и неудачи, и неуспехи, и злослови людей не окружали бы нас, сами-то мы себя не шибко разбежались укорять, то, конечно, бы мы стали бы мнить о себе весьма много и стали бы направо и налево всех осуждать и возвеличили бы себя и выше епископов, они же заведомо все грешники, и выше патриарха, и выше святых, такое бывало в церкви. Это не смешно. Это опыт, как сказал однажды один человек, что правила дорожного движения, они написаны кровью, вот, в прямом смысле этого слова. так и правила духовной жизни, они написаны кровью, только не в прямом смысле слова. Кровью в том смысле, что за всеми этими правилами десятки погибших людей. Это духовные катастрофы, это обвалы и провалы людей, которые не поверили, не послушались, которые захотели сделать, думая, что они лучше понимают, что делать, и кончалась это духовной катастрофой, иногда и совершенно реальной катастрофой, когда люди верили настолько, что думали, что могут и по воздуху ходить, и прыгали в пропасти, и разбивались. Здесь много чего можно прочитать вот в предании святых отцов в многочисленных потеряках о погибели человеческой, не только о святости, там написанной о том, как люди, не соблюдающие этих правил духовной жизни, гибнут. Третье, что советует преподобный Макарий Великий, это помнить о своих грехах, никогда их не забывать, да, они прощены, но те корни, из которых выросли эти грехи, по-прежнему остались в моем сердце. Если бы корень был вырван, если бы корень греха был истогнут моего сердца, я бы стал действительно и безусловно святым, и мне не нужно было бы никакое уже лекарство, я бы был чистым сердцем, я бы был совершенно кроток и смирен сердцем, нищий бы духом, и все прочее, что можно говорить, читая заповеди блаженства, но в том-то и дело, что ветхий человек еще не распят, и только смерть окончательно похоронит его, вот, и он исчезнет, а пока я жив, ветхий человек, это та данность, с которой приходится бороться, и корень греха, если бы мы знали, как глубоко он произрос, спустил корни в наше сердце, даже не то, что наше сердце, а что наше сердце, вот то сердце, которое мы знаем, которое мы любим, с которым мы живем, это и есть корень греха, а Бог дает нам новое сердце, но новое сердце чужое, это мы такие, какими нас задумал Бог, это я, которым я мог бы стать, если бы принял совершенно это сердце, но мы живем с нашим человеческим сердцем, мы не хотим его выжимать, раздавливать, распинать, выжимать из него, вот эту самую плотскую, ветхую жизнь, и поэтому корень греха в нас еще есть, и пока он есть, могут вернуться все те грехи, которые мы некогда исповедовали, и последнее, что советует преподобный Макарий Великий, это стремление к совершенству и свободе, только правильное понимание совершенства и свободе, совершенства в любви, свободы в любви, свободы для любви, способности быть совершенно свободным служителем в любви, то есть совершенно отдать себя Богу и людям до последнего, до последней капли, до последнего дыхания, до последней секундочки, это и есть совершенство, И когда мы поставим такую цель, естественно, мы никогда ее не достигнем. А значит, стремление наше к Богу и плач о нашем нерадении не прекратится никогда.